Не сильно палюсь, что за Арсеналом болею? Не, не сильно? Ну, я тоже так думаю. Всем привет! Мой прогноз на матч в сбройниче Арсенала. Интересный матч нас ожидает, но перед этим хотел бы подвести итоги турнира подписчиков, который проходил в моей группе ВКонтакте. Соревнование прогнозистов, в котором одержал победу Альберто Валитов, показал очень серьезный результат. Менее чем за месяц он увеличил свой банк на 123%. И проходимость тоже у него была достаточно высокая, 72%. Альберт большой молодец, красавчик, поздравляем тебя. Ссылку на его страничку я оставлю в описании под этим видео. Ну, а, кстати, Альберт попадает в суперфинал, который состоится в январе. Ну, и в январе мы будем также организовывать другие турниры, поэтому подписывайтесь на наш пабли ВКонтакте, следите за новостями и принимайте участие в турнирах. Также хотел бы поблагодарить всех тех, кто пришел на наш стрим. Были, конечно, небольшие неполадки, связанные с интернетом, но, так иначе, мне кажется, все достаточно продуктивно прошло. Разыграли 10 тысяч рублей, получили некоторую полезную информацию. Ну, а в следующий раз я надеюсь, что те неполадки, которые были, мы исправим. И также сможем провести стрим какого-то матча в онлайн-режиме. Ну, а теперь переходим к прогнозу на матч Весбромич-Арсенал. Здесь я вообще хотел выбрать две ставки, то есть одну из двух. Сложно, на самом деле, матч у нас ожидает, потому что вот Весбромич, команда, которая, в принципе, не одерживает уже победы на протяжении 18 туров в ФПЛ, но при этом они очень здорово играли последний матч против Эйртона, и чудом Эйртон не пропустил, сыграли они 0-0 в итоге. Арсенал, который на выездах в этом сезоне играет не лучшим образом, но, однако, против Кристал Пелос в Рейл, на мой взгляд, очень сильную игру, абсолютно по делу победил. И сейчас боксинг-дэй, команда играет через каждые несколько дней, и очень интересно, как сыграют в этот раз. И, на самом деле, я думал между двумя ставками, это же либо победа Арсенала плюс тотал меньше 4-5, либо же 2х, то, что Арсенал не проиграет, плюс тотал меньше 3-5. И решил остановиться все-таки на втором варианте, 2х плюс тотал меньше 3-5, коэффициент события 1,71, по-моему. Да, 1,71. У меня, кстати, здесь будет еще и вторая ставка, чуть позже про нее я вам расскажу, почему я решил взять эту ставку. Ну, во-первых, да, с одной стороны, Весбромич не выиграет 18 матчей к ряду в ВПЛ, но, тем не менее, 9 матчей из этих 18 он свел в ничью. Команда очень уступчивая, команда очень неплохо защищается, организована. Сыграли в ничью в гостях против Ливерпуля Тоттенхэма с Эртеном в последнем матче и должны были побеждать, и это о многом говорит. Арсенал все же не всегда стабилен, плюс у Арсенала было меньше отдыха перед этой игрой, есть травмированные футболисты, тот же Жиру, Рэмзи, их потери достаточно существенные. Ну, и учитывая то, что это боксинг-дэй, и, в принципе, ставить на победу здесь рискованно, поэтому решил взять 2х. Арсенал, я считаю, не проиграет. Команда, в принципе, в матч против Кристалл Пелос, как я уже сказал, сыграла очень здорово, мне понравилась игра канониров, но все-таки на победу брать здесь рискованно. Почему все-таки Тоттл меньше 3.5 здесь вполне должен пройти? Ведь мы же взяли эту ставку на матч с Кристалл Пелос, но здесь все-таки в Сбровниче нужно понимать, команда более низовая, чем тот же Кристалл Пелос, команда более организована, и у Сбровнича большие проблемы в нападении. То есть, если у Кристалл Пелоса есть футболист, тот же Уфрид Зоа, который могут впереди что-то ссорить, то касаемо Сбровнича, там классных нападающих нет. Рандон играет впереди, но забивает очень мало, и проблемы с голами у Сбровнича действительно существуют. Арсенал пропустил от Кристалл Пелос, но с другой стороны первый тайм закончился со счетом 1-0. Если бы не было бы этого гола, который не сильно логичным был, то скорее всего бы Тоттл меньше 3.5 и в той игре пробился, но при счете 1-1, естественно, Арсенал пошел вперед, и пришлось забивать голы. Тем не менее, я считаю, что в этой игре Арсенал, возможно, не пропустит даже в гостях, но при этом тоже очень много забить не сможет, потому что Сбровнича более организована в защите, чем тот же Кристалл Пелос. И опять же, раз на раз не приходится, смогли забить 3 гола в той игре. В этом матче, я думаю, что повторить это достижение будет сложнее команде, тем более, что отдыха было меньше. Поэтому решил взять 1-1 плюс Тоттл меньше 3.5. За 1.71. И вторая ставка, то, что во втором тайме будет забито больше мячей, чем в первом. Коэффициент событий 2.13. Я считаю, что, в принципе, можно поставить небольшую сумму на это событие. Объясню почему. Арсенал так получается, что, особенно на последних матчах, во-вторых тайм избивается гораздо больше мячей, чем в первом. С Ливерпулем первый тайм 1.0. 0.1 точнее, да. В итоге завершили 3.3. С тем же Кристалл Пелос то же самое. 1.0. Первый тайм в итоге 3.2. Завершили эту встречу. Так получается, что Арсенал, когда играет в гостях, то команда тяжело забить сразу же быстрый мяч в первом тайме. И, как правило, все голы приходятся на второй тайм. Вспомни, даже если матч против Бернли, первый тайм 0.0. Во втором тайме в конце Арсенал все-таки смог дожать. И 1.0 победили. И плюс Арсенал играет тяжело с теми командами, которые организованно играют в защите. А в избрончик с каким командом относятся. И поэтому я, кстати, здесь и взял еще по этой причине тотал меньше 3.5. Не жду я много голов в первом тайме. Если будет гол, то максимум один. Ну и во втором, возможно, два мяча мы тоже увидим. Касаемо сбронча, тоже команда, которая по статистике достаточно много забитых мячей с ее частью случается в втором тайме. Много матчей, когда первый тайм завершались, там, с учетом 0.0, либо 0.1, или 1.0. Но в втором тайме было забито больше мячей. Поэтому такая ставка, мне кажется, она имеет место быть. Здесь надо все-таки больше от Арсенала отталкиваться. От Арсенала в втором тайме матчи результативнее обычно получаются. Поэтому вот такие две ставки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк под этим видео. Переходите в мою группу ВКонтакте, чтобы забирать дополнительные прогнозы, которые появляются в ней. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм. И подписывайтесь на этот канал. Хочу набрать 12 тысяч человек. Осталось буквально чуть больше 50 подписчиков. До конца года осталась себе такая цель. И надеюсь, вы мне поможете ее реализовать. Желаю вам счастливого Нового года. Это, кстати, скорее всего не последнее будет видео в этом году. Завтра, скорее всего, будет еще одно-два видео. Но, тем не менее, именно в этом видео хочу поздравить вас всех с наступающим праздником. Пожелать вам успехов в Новом году. Успешных ставок, конечно же. Ну и реализации в каких-то других сферах. В личной жизни, финансового роста и так далее. Увидимся с вами в следующих видео.